Я хочу похвастаться настоящей корейской косметикой. Смотрите. Это увлажняющий улиточный гель. Тут русского перевода нет. Переводили через гугл, переводили, пытались прочитать эту инструкцию. Это классная, знаете, уникальная косметическая продукция. Она сделана в Корее. Мне привезли ее из Кореи. Это вытяжка или улиточная слизь. Слизь улитки. Я сейчас покажу. Открою коробочку. Я еще не пользовалась. Буду пользоваться. Наносить на свою красивую кожу, на свое красивое лицо. Не побоюсь этого сказать. Это слизь улиточная. Смотрите, какая бутылка. Девчонки. Я, конечно, сейчас понимаю, что такое натуральная косметика. Я сначала даже не знала, как она открывается. Крутила, вертела, потому что ничего такого я не нашла. Думаю, как она открыть. И так давила, и так крутила. Смотрите, какая бутылочка. Мне вот подарили, привезли, подарили для лица. Вот так вот она открывается. Прямо золотая такая. И здесь вот есть такая вот пипонька. Ее надавливаешь и наносишь на лицо. Вот эту вот слизь улитки. Но это надо на чистое лицо. Уже снять макияж, почистить лицо, чтобы чисто было лицо. И наносить на ночь. Я даже думаю, что можно это и утром делать. Кожа будет подтягиваться. Кожа будет питаться. Кожа будет разглаживаться. Значит, там очень-очень много таких богатых витаминов, которые нам нужны для кожи. Я думаю, что я стану еще красивее, еще моложе с помощью вот этой вот улиточной слизи. Ну, что такое улиточная слизь? Я думаю, кому интересно, почитайте. Я даже думаю больше, что в России это тоже заказывается. А может быть, в России это и продается. Скорее всего, аналоги продаются и в России. И, наверное, изготавливаются на аналоге такой косметики в России. Единственное, что мне кажется, что она не дешевая, эта косметика. Даже если она сделана в России. Но вот эту красоту мне привезли с Кореи. И с Кореи. Вот эту из Кореи привезли. Я еще не пользовалась ни одного дня. У меня есть еще корейская косметика, которой я пользуюсь. Вот поэтому я хочу вам... Поэтому, девочки, мальчики, еще раз хочу показать. Вот такая вот у меня есть косметика. Конечно, сама бы я никогда не купила. Наверное, не куплю. Сама я в Корею не ездила и не поеду. Но принять такой подарок, конечно, для меня это, конечно, очень ценно. Но зашла как-то я в магазин в один. В обычный простой магазин. Где обычная косметика. А зашла я в магазин, знаете, какой? Улыбка радуги. У кого есть такие магазины в городах, то вы, наверное, знаете. Такие магазины улыбка радуги. Покупала я лак для волос. Покупала там я что-то еще. Ну, такое тоже, недорогой, бюджетное. Я увидела вот это. Вы знаете? Вы знаете? Я так встала. У меня такой, знаете, был немножко ступор, оцепенение. Она недорогая. По-моему, где-то 50 с чем-то рублей. Тушь для бровей и ресниц. Конечно, я ее купила. Я ее купила. Вспоминая... Вспоминая 70-е. Я там еще была ребенком. Вспоминая конец 70-х, начало 80-х, 90-е годы. Когда у нас был вообще дефицит с любой косметикой. Смотрите, щеточка. И тушь. Помните, раньше наплюешь щеточкой, так вот размажешь и начинаешь краситься. Ленинградская тушь. Ленинградская. До сих пор выпускает Ленинград. Санкт-Петербург выпускает до сих пор такую тушь. Я у продавца спросила. Я говорю, а что, покупают такую тушь? Сейчас же как-то уже не пользуются. Она говорит, вы знаете, берут. Берут и очень даже, говорит, успешно. И у нас их даже порой разбирают. И нету. Я говорю, ну может быть, кто-нибудь на подарки берет. Она говорит, может кто-то на подарки, кто-то на какой-то, может, презент, сувенир. То есть, это такая вещь, что, ну просто ей даже пользоваться не надо. Вот она будет у меня лежать. Вот такая вот тушь. Если вы увидите у себя в магазине, и что выпускает Санкт-Петербург, возьмите обязательно. Просто так, на память. На память о том времени, во времена Союза, когда вот все это было. Я помню, мы не могли даже такую тушь купить. Не могли, не было в магазине. Все разбиралось, все расхватывалось. Так мы выходили с положения. Мы брали кусок мыла. Мыло брали. Брали чернила черные. Мыло растапливали. Добавляли туда капельку чернил. Все это размешивали. Все это загустевало, мыло это. И мы красили ясницами. Тоже так же наплюешь, наплюешь. И так вот. То есть мы варили эту тушь. Мы мыло растапливали. Оно там закипало. Мы туда капали вот эту вот гуашь черную. И все это немножко проваривалось. Потом какую-нибудь баночку все это заливалось. Оно застывало. Кисточки у нас как-то были уже. Там не знаю, где мы ее брали. Не помню. И мы красили глаза. Потому что тоже хотелось быть, так сказать, красивой. И не хотелось выглядеть, что у тебя ничего нету. Нету денег у родителей на какую-то косметику. Также по поводу теней. Тоже была великая проблема. Но все девочки того времени, они помнят, в стране был дефицит. Вообще на все был дефицит. И на вещи, и на мебель, и на обувь, и на все. На одежду, на косметику тем более там было и купить. По поводу теней. Возможно было купить тени. Я, например, мы красились мелками. Покупали эти вот школьные мелки. Фиолетовые, синие брали. Такие, знаете, полурозовые. И прямо мелком вот так вот на палец, на ладошку чертили вот так вот мелком. Потом палец там или кисточка, сейчас уже не помню. И немножко так себе оттеняли глаза мелом. Но хотелось быть тоже красивой. А уж волосы красили, так это вообще. Лично я каким только цветом не была. Я была белая, я была черная, я была рыжая, я была апельсиновой. Я была сиреневой. И синяя была. А синяя была даже, знаете, что волосы были синие. Красили копиркой. Копиркой. Вот синяя копирка, которой пользовались. Секретари машинистки. Потому что машинки были механические. Стучали там, печатали. Вот мы брали эту копирку. И вот этой копиркой натирали себе волосы. Цвет менялся. Вроде бы ты уже такой покрашенный. Потом наволочки не могли нормально отстирать. Потому что поспишь ночью, и все это на наволочке, на подушке. Вся твоя краска, копирка, она слезала. Портилась наволочкой. Ну, было время. Захватили. Джинсы невозможно было купить. А в моде было джинса. Это была варенка. И очень хотелось и юбку джинсовую. Такую, знаете, вареную, такую с пятнами. И джинсы. Я помню, даже как-то варили. Какие-то рецепты были по изготовлению варенки. Передавались там. Переписывались на листочке, на бумажке. Варили. Я помню, купила обычную, где-то достала юбку. Просто синюю. Синяя юбка джинсовая. Вот. Так уж хотелось мне потертость. Вот эту вот. Такую вот. Что я там, помню, тоже кипятила. Добавляла туда. Что же добавляла? По-моему. Что мы там добавляли? Сейчас уже четко-четко я не помню. Ну, какой-то отбеливатель. И там белизну эту капали. Там сколько-то. И все это кипит. Там мешаешь ее там в кастрюле. Там ворочишь эту юбку. Чтобы она какими-то разводами была. Там пятнами. Ну, портилась вещь, конечно. Никакой такой потертости не получалось. Как бы хотелось, чтобы она такая была белесая. Такого не получалось. Я помню так эту юбку сварила, что она, во-первых, у меня и села. Была уже узкая, маловатая. И когда она у меня высохла, она у меня просто была какими-то разводами. Как она вот лежала у меня такая оскомканная. Заломами такими. И потом вот эти белесые такие. Хлорка эта так повыедала. Все эти там пятна, куски похватала у этой джинсы. Но все равно я была счастлива. Какой-то период времени я носила. А помню, как гонялись, стояли в очередях за обувью. Я даже помню, май месяц, тепло. Листочки зеленые на деревьях уже. Черемуха там вовсю уже цветет. А на улице очередь 200-300 человек народу. И со двора продаются пакетчелки. И она, наверное, стояла часа четыре за этими сапогами. И все-таки я купила сапоги-челки. Я купила. Я шла домой в руках вот так вот. Без всякой коробки. Вот так подмышкой у меня были в пакете. Даже не в пакете. Пакетов таких не было. Помню, в чем-то я несла сапоги-челки. Я уж не помню в чем. Но в чем-то я их несла. Уже память все. Но факт то, что я несла сапоги-челки. Вся мокрая. У меня по спине бежал пот. Вот все здесь у меня было в поту. Прям по шее там. Как и шла, как и с бани, сауны. И вот так подмышкой я несла сапоги-челки. Все на улице ходят уже в летних туфлях, кофточках. Я пришла домой. У меня же сапоги-челки. Я отстояла очередь. Я пришла домой. Помню, я их одела. Отдохнула немножко. Я их одела. И вышла на улицу. Вот так. Уже ближе к вечеру. И шла с гордо поднятой головой в сапогах-челках. Мне уже было все равно, что там на меня смотрят. Что люди уже ходят практически в сандалиях каких-то в летних. В шлепанцах. Потому что очень жарко. В кедах ходили. Кеды, кстати, были в воде. А я шла в сапогах-челках. Потому что я их купила. И мне надо было их сегодня же, сейчас же одеть. Вот это вот такие моменты были. Время дефицита, конечно, оно никогда не забудется у нас. Заднего крыльца, как этот говорил Райкин. Как он говорил там? Время дефицит. Ты директор магазин, а я товаровед. У меня есть дефицит. У меня есть дефицит. И у тебя есть дефицит. Ты уважаемый человек. И я уважаемый человек. Мы все уважаемые люди. Потому что у нас есть дефицит. Блат. Но это в то время тоже люди жили. Имея блат, имея какую-то прослойку, где-то ты работаешь там, занимаешь какой-то пост, ты уже все, ты уже значимый человек. Ты уже блатной. И ты можешь купить уже товар с заднего крыльца. А большинство народа, большинство, в том числе и я, моя семья, мы были простые люди, родители у меня из рабочей крестьянской прослойки. У нас не было возможности купить, достать дефицит. Дефицит. Не то, что достать дефицит, а даже его купить, потому что не было денег на это. Но все равно мы жили, мы были счастливы по-своему. Я очень с теплотой вспоминаю то время, время Союза, очень с такой теплотой вспоминаю. И очень часто мы с мужем порой улетаем в то время. Хотя говорят, не возвращайтесь в прошлое, не возвращайтесь, живите, идите дальше. В чем-то я согласна. Надо постоянно идти дальше и дальше двигаться. Но то, что у нас осталось там где-то, оно все равно ниточкой тянется за тобой. И мне как-то сладостно все равно вспоминать то время, сладостно. Потому что мы вот недавно разговаривали, вот ехали сюда буквально вчера, что в то время мы жили проще, немножко, может быть, не так, как сейчас люди живут. В то время жили люди проще, потому что у нас было более доступно всего. Во всех отношениях, со всех сторон. У нас были у всех детские сады ясли, у всех были школы. Нашим родителям и потом мы все работали, нам на производстве давали квартиры, комнаты, общежития. Все давалось бесплатно. Медицина у нас была бесплатная. Ты мог пойти в любое время вырвать зуб или залечить зуб, что сейчас невозможно это сделать. Уж и вставить зубы можно было там. Люди вставляли себе зубы и как-то вот такого не было, что ну все, вот сейчас люди ходят без зуба, потому что говорят, а на что я вставлю. Я даже залечить рот не могу, потому что это стоит огромных денег. Чтобы вырвать зуб в платной стоматологии, вот сейчас самое малое, нужно отдать 5000 рублей. Это самое малое. А они еще посмотрят, какой зуб, как его выдирать, а то их все 7-8 будешь платить. Поэтому люди ходят с больными зубами и без зубы. Мне вот самой надо тоже делать вот здесь вот. Не импланты, а вот знаете, у меня вот здесь вот уже нету, вот здесь вот, вот этих вот. Так-то у меня зубы есть. Зубы у меня есть. У меня вот этих шевательных нету. Уже их стерлись и уже их у меня удалило. И мне нужно, я не знаю, как они правильно называются, они называются, типа как бабочки, что ли. То есть на какие-то крючочки они там цепляются. Вот эти вот мне сделают, чтобы я могла сжевать вот этими зубами. А мне тут нету. Вот здесь вот, вот так вот, нету. Это уже проблема. Я стараюсь не жевать, потому что жевать нечем. Я стараюсь вот этими вот здесь вот, вот этими жевать, вот этими. А вот этими накопить вот на эти зубы, на эти бабочки, да, я не знаю, сколько они стоят. Не знаю. Может, тысяч тридцать они стоят. Но у меня нет возможности. И уже я так думаю, что, наверное, я так и буду ходить. Что вот... Наверное, так и буду я ходить. Потому что я, наверное, не наберу такую сумму денег. Поэтому, вспоминая то время, когда мы были молоды, когда мы были просты, наивны, доверчивы, и народ был добрее, чем сейчас, когда мы знали всех в своем доме, когда мы знали во дворе всех, когда мы бегали, когда мы... Когда мы... Там муж проводит антенну к телевизору. Когда мы были детьми, играли в казаки-разбойники, играли в прятки, прыгали на скакалке в классике, играли во всякие биточки, делали секретики. Бабушки во дворах сидели, знали о каждой семье. Любой бабушке можно было оставить ключ и сказать, что там в обшире я убегаю туда, мама придет и дайте ключ. Без вопросов. Мы ключи оставляли под ковриками, мы ключи оставляли в почтовом ящике. Еще записку писали, что мама, я там-то, там-то, ключ в почтовом ящике. И вот такую вот записку в дверь вот так толкали, там как-то заделывали. И все, и убегали. Сейчас такого нету. Раньше коляски с детьми оставляли на улице. Идешь в магазин, стоят в ряд коляски. Чей-то ребенок плачет. Мамочки все в магазине. Заходишь в магазин и говоришь, чей ребенок в коляске плачет? Там кто-то кричит, мой, 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 побежала. Или идешь, ребеночек лежит, плачет. Подойдешь, еще его качаешь. Он немножко успокоится. Идешь в магазин и говоришь, там чей-то малыш плакал, там мать уже бежит. А вы сейчас где-нибудь увидите коляску на улице оставленную? Нет. Мы раньше не знали, даже на слуху у нас не было этих вот слов, там маньяк, педофил, да? Мы боялись пьяного дядьку. Пьяных мужиков мы боялись. Мы увидим пьяного, бежим, верещим, что пьяный идет, да? А он идет пьяный-пьяный, там мужичок выпьет, там, допустим. Еще есть такие пьяные, что они такие добрые. Еще и побежит, и похлопает, и попытается с тобой поиграть. Потому что, ну, бывают люди, они выпили, они добрые становятся. Вот. Это в то время, когда мы были детьми, бегали. Вот. А сейчас, сейчас, в наше время, когда вот наши дети уже выросли, наши внуки уже, да? Сейчас уже не пьяного мужика боятся, не пьяного дядьку, а уже боятся вот маньяка, педофила. Сейчас пьяный будет идти, пьяный будет идти, мужичок, если что-то где-то, ты его толкни, он завалился, упал, и все. А вот, когда тебе попадется, идешь утром там или вечером, если тебе навстречу идет шайка из трех-четырех, а то и пяти этих пацанов, 15-летних, 16-ти, если темно и никого нету, везде глушь какая-то, ты идешь, у тебя уже вот здесь вот мандраж трусить начинает, а они идут тебе навстречу. И вот так проворачиваешь, что делать? Либо бежать в другую сторону, либо вот как-то вот, потому что сколько было случаев, как шли, так и уволокли. Хоть бабку, хоть тетку, хоть кого. Вот сейчас кого надо бояться в наше время, а пьяного бояться не надо. Мужик выпил, и он тебя еще и до дому проводит, понимаете? Вот поэтому то время для меня сладостное. Сладостное тем, потому что живы были родители, мы были детьми, бабушки, дедушки, там братья у меня были. Ну, это у всех тогда. Были наши праздники, 1 мая, делали цветочки на 1 мая, эти собирали веточки в ведрах, за месяц ставили на работе, проклевывались эти листочки. Нам приносили бумагу цветную, проволоку, мы лепили эти цветочки, вырезали и на каждую веточку собирали. Вот, готовились на 1 мая, на 7 ноября готовились, делали тоже, ветки у нас были, мы делали листья там, желтые. Вы листья делали, с листьями ходили на 7 ноября? А, Игорь, ходили с листьями на 7 ноября? Ходили. Мы с листьями шли на парад, в колонне, или с этими майскими цветами, музыка играет, шары, тепло, все такие веселенькие, нарядные, с флажками. Парад прошел, и уже где-то там за столом бежишь, то ли домой, то ли там в компанию, за столом столы уже накрыты. Все по-простому. Быстренько какие-то бутербродики там были, капусточка была квашеная, огурчики там, грибочки, картошечка, селедочка. Вот что сладостное. Сейчас такого нет. Сейчас не знаешь, кто у тебя за стенкой живет, наверху кто живет. Люди каждый день меняются, проходят, не здороваются. Не все, вернее, здороваются. Вот сейчас, куда мы переехали, куда мы переехали, нам как-то повезло даже с соседями. Мы так немножко уже сдружились, сдружились, нас уже знают. Мы приезжаем на выходные, нас уже как-то так радостно встречают, говорят, ну вот вы появились. Ну как-то вот так, познакомились уже. А многие живут, вот особенно в высотках живут, они говорят, ну вообще не знаем. Дальше своего этажа там и выше вообще не знаем. Каждый день меняются, квартиры сдаются, съемные люди приезжают, выезжают. Ой, мир, конечно, мир другой стал совсем. И поэтому вот этот кусок, пласт той жизни, я, например, не хочу забывать, мне сладостно вспоминать, мне очень приятно вспоминать. Немножко такая, знаете, ностальгическая у меня сегодня встреча с вами. Я думаю, что вы тоже со мной вместе повспоминаете и уже начали вспоминать, как вы жили, какое у вас детство было. Я думаю, что, как говорят, ой, там в то время там, вот сейчас говорят, нашла что вспоминать, допустим, да. Ну потому что вы там не жили в том времени, да. Вы уже жили после, может быть, развала Союза, вы родились и вы сейчас, конечно, то время не знаете. А во времена Союза мы жили проще. У нас даже, мне кажется, и погода была другая, климат был другой. И люди умудрались еще куда-то съездить, потому что эти братские республики были, ездили и в Грузию, и в Армению ездили. Ну, в общем, я с чего начала? Я начала показывать вот с улиточной слизи. Буду пользоваться, я думаю, что это хороший косметический продукт и хуже, наверное, не будет. Будет только, может быть, свежее кожа. Конечно, моложе я не стану, давайте честнее говорить, моложе я не стану, но лицо, наверное, будет посвежее. Все-таки не хочется уж так сильно стоить, а никуда не денешься от этого, потому что это время, время берет свое. Мы каждый день просыпаемся или ложимся, как сказать, ложимся спать, ночь проходит, мы утром уже просыпаемся старее. И так каждый день идем, 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 каждый к своему закрытому циклу, закрывающемуся в жизни. Каждый день мы стареем, каждый день стареем. Хотя, может быть, мы и не замечаем, но мы каждый день стареем. Лег спать одним человеком, проснулся другим. Поэтому надо пользоваться. Кто-то делает пластику, а кто-то, например, как я, пластику делать не буду, а буду вот такой вот косметикой пользоваться. Да, и сейчас хотела показать вам одну вещь, очень такую непонятную для меня. Может быть, кто-нибудь видел, знает такую вещицу и расскажет, для чего она, можно ли ее применить в домашних условиях, в бытовых, скажем, да, и как ей пользоваться. Если это невозможно, то я ее просто выброшу. И сейчас я вам ее покажу. Вот смотрите, ребят, вот такая штука. Вот такая вот штука. Ну, мне ее подарили. Я даже толком не спросила. Мне только сказали, сюда можно наливать что-нибудь. Вот такой вот пистолетик и наливаешь там в кружку. Мне так сказали, сюда можно налить пиво, потом поставишь на стол и вот этим вот пистолетиком нажимаешь. Вот здесь вот такой вот, как курочек такой, да. Нажимаешь и наливаешь там сколько надо. Я обрадовалась, схватила. Я же такая еще сорока. Я говорю, давай, давай мне. Я заберу. Она прямо, знаете, она прямо новая. Здесь прямо подставочка такая вот здесь бархатная. Вот эта вот дырка у меня вообще непонятно для чего. Что сюда вставляется? Я сейчас понимаю, что сюда что-то должно вставляться. Я не знаю, что. Но я думаю, я попробую. Я взяла, налила в нее воды. Она даже, видите, с этими, с делениями. Сколько здесь? 200, 300, 400, пол-литра, литр есть. 900. Почти литровая. Я налила воды для пробы. И вот так вот поставила и нажимаю. Ничего она у меня не идет. Не сосе, ни туда, ни сюда. Я начала тут ее дуть, подсасывать. А может надо было ее подсосать? Что-то я даже не знаю. Может попробовать? А ну-ка, сейчас я ее наберу сюда воды и попробую пососать. И ничего, она не это. Я сейчас буду сосать ее? Пососу. Она даже не подсасывается. Короче, я не знаю, что это такое, от чего это, куда. Кто-нибудь знает, напишите мне, что это такое. Если нельзя это применить дома, я ее просто выброшу. Не, она не сосется. Не знаю. Ни туда, ни сюда. Короче, вот так вот. Ну что это, декоративная какая-то, сувенирная? Не знаю как. Вот так вот она, вот так вешается. Видите? Ой. Вот. Видите? Я думала, можно соку налить. Ну, вообще, была мысль такая, пивка налить и сидеть. Никак. Если кто-то знает, как она называется, как она. Видите, это такая вот, здесь такая, видите, такая вот дырочка. И она с какими-то пазликами, что сюда какая-то вот еще дополнительная хрень вставляется, наверное. Ну, а что вставляется? Какая-то, наверное, бутылка там специальная. Вот. Напишите, кто видел, кто знает. Иначе я ее выкину. Ну, вот так вот. Не сосется. У-у. Никак. Никак.